всех приветствую с вами джок сегодня у нас снова реплей парадайверт но на этот раз необычный и это у нас будет ffa точно 4 игрока один победитель карта безумный риф безумный или риф безумие что-то такое вот и давайте сразу игрокам это sdjd sdjd язык поломается пока все это произнесет конечно же не к нами игроки выбирать себе умеют что я пострадал посильнее видим что им перец как всегда ну как всегда 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 строит обогатители в основном и сразу давать придет к совету совет уже помчался куда-то дальше построил он кран для быстрее устройства экономики и это у нас димон 121 мы видим что он не успел нам и не поставить обогатители как уже ставить куб чуть чуть подальше здесь удобно да здесь удобно оборонять пока не от авиации конечно же следующий игрок у нас на очереди это желтый игрок играющий за альянс и мы видим что пока что строится только на суше а его инженеры расползать кто куда кто куда а я на вышку он собирается и на эту наблюдательный пункт чтобы смотреть палить противников также его собаку уже палит почти 23 карты следующий игрок у нас это зеленый империации у него странник на самом-то деле это нижнее подчеркивание нижнее подчеркивание волнистый подчерк ну какой подчерк ну такая волнистая как будет сказать волнистая линия просто волнистые линии мы видим что что мы видим что мы видим что оранжевый империс уже едет покорять новые горизонты появляются у него суборины ярики юнит неплохой тем временем зеленый уже 4 обогатитель разворачивает нифига себе у него в рот разъянул губа не дура губа не дура реально ставьте кстати говоря наконец-то димона по пехотиночная ну да где пехоту производит я забыл называется казарма вот казарма он и сразу же продал действительно зачем у казарма когда у него будет верь своя собственная верфь с блэк джеком и бульфрогами кстати говоря тут яре очень сильно палит того чтобы никто не лишний пришел а этот инженер убегает от этого штурмового медведя запалив его заранее видим что зеленый уже едет вперед своими яриками запалил он эту собаку и показали красоты морского дна также мы видим что альянс уже начинает бомбить и бомбить жестоко что тут было скорее всего мишки показали дни морские просторы видим что уже оранжевый тоже разворачивается третий обогатитель а тем временем димон развернул себе уже четвертый обогатитель димон ты что творишь совет ну да хотя по идее в этой игре в игры тот кого больше экономика и вот запираться на свои базе делать а вот это альянс это вообще не выгодно вообще я сам так люблю делать но это реально не выгодно он умрет мне кажется в будущем а у него еще есть база здесь на суше ну так круто что у него есть третья база очень близко но кстати говоря очень близко прям совсем близко реально видим что уже подводная лодка акула идет на штурм его встречают действие ярик наверное еще наверное кто-то должен его встретить здесь но к нему приплывает кто-то кто-то который уже умер кто-то настолько быстро настолько дерзко умер ты даже не понятно что произошло здесь подводная лодка вообще не чувствует какого-то напряжение со стороны яриков просто кружит вы просто посмотрите на это какой-то комедии реально акула пытается догнать этот имперский комбайн на его акула пытается догнать два ярика вот комбайн остановился и акула мне кажется его сожрет сейчас и только сейчас акула начин начала чувствовать хоть какой-то урон и когда обратилась взгляд на ярика я реки быстро сдрыснули с акулой акулой тяжело иметь дело согласен серьезный юнит тяжело его пробить яриком сразу видно прям он кстати говоря по цене 2 ярика краски сходится к одной акуле примерно здесь опять какой-то движ судя по всему а авиации не дали просто так полетать два аполлона просто летать они краснеют жестко с акулой акула разбирается наркостанции с яриком но появляется еще один комбайн и появляется еще и на генната которого готова согнуть в гагулину эту акулу ну или сломать на две части пополам кстати говоря что прикольно здесь ярик приплыл не на ту зону но быстро ушел под воду а он забрал здесь добычу альянса вот она чего вот она чего здесь наконец-таки решили аполлона сдрыснуть и вовремя если бы они это не сделали мне кажется тангу их сожрали бы и косточки не оставили плюсом ко всему здесь еще есть и все дзе а есть ли что-нибудь на воду альянса кстати говоря уже технологии какие-то есть мы вот так что видели до такого блеска это значит технологика какие-то уже распространяется у нее наверное уже тир-2 видим что появляется линкор сегун на карте в количестве одной штуки но и это уже довольно таки проблематично для альянса мгновенно заморозили мгновенно разморозили неплохо-неплохо мы видим что со стороны совет уже неплохо армия набирается говоря при помощи карателей уже тир-3 технологии ставится неплохо дедушка ленин конечно же показывающий куда стоит летать карателем какую сторону рэп теряет потерпел поражение в итоге потому что что мотиваторе что мы делать ему тут два волнореза было и чуть-чуть был бомбардировщиков но на этом все мы видим что акула уже начинает уничтожать своего понятно а тут сразу сдался он просто увидела губы видели он всего лишь одним залпом акулы уничтожил всего противника целиком это настолько жестким надо быть хотя я на самом-то деле он просто сдался мы видим что бороться сейчас будут конечно же не два говна я надеюсь а две самые большие экономики в этой игре кстати говоря 5 база появляется как появляться уже давненько добывает давненько добывает у совета другой стороны сам империсть тоже на пяти базах сидит истребителей танков здесь фуга форме буквы т интересно реально интересно если так посмотреть то неплохая армия у света набирается реально очень неплохая армия а мы видим уже наступать конфронтации здесь большое количество подводных лодок акулы и не просто него проплывает а им нечего сделать ничего противопоставить реально у имперца нет ничего чтобы била бы торпедами они такие тихо мирно никого не трогая плывут чтобы уничтожить эту верь верно намерно но по крайней мере на него точно упадет спутник и тут же вылетает на генната представляете как пилот на генната офигевает когда он только выплывает на него сразу падает спутник космический объект вообще наверно в афиге стоит здесь появляется хотя будя тесла ради защиты замечает конечно же ярика и летят карательный отряд уже к нему здесь тенгу спотыкается об галиафов тут подводные лодки акулы очень хорошо справились это конечно же да здесь я не хотел что-то намудрить но не получилось вот тут же пустили на дно ярика подводную лодку ага уничтожается сухой док не будет у имперца починки техники за спасибо ну или за бесплатно кто как смотрит в итоге это нагината вообще уплыла сюда ко своим родным товарищем и по сути она будет одна против 4 подводных лодок дико сомневаюсь что это правильная идея воду была бы еще одна веревь правда которая могла бы строить на геннат здесь ярики все очень заплывают в кучу забытий впрочем как и тенгу появляется здесь каратели два карателя и два мига это все чтобы задать закон 30 одного тенку здесь ярика особо не пострелять но он может чисто просто сидеть ждать здесь подводный еще группа четырех подобных лодок акула или это та старая мне кажется старая ахат еще две присоединились к ним здесь совет по-тихому по-тихому пока никто не палит пока никто не стоит еще добыча но с другой стороны перец тоже самое делает пока что игроки играют вообще зеркально а здесь была потеряна добыча да на геннадий не нравится что ее обстреливают а почему-то верфь стоит и ничего не развивает и ничего не строит это странно на самом-то деле кстати говоря верфь была потеряна она была тир-3 она-то была тир-3 тир-3 верь и судя по всему переходит в воздух имперец но хочу напомнить что ох ты нифига себе вот это ход вот это ход будет ли уничтожена с я дико сомневаюсь конечно же в этом здесь карательный отряд уже вылетел другой стороны здесь в лицо просто собирать атаковать подводные лодки гола нет почему они не гнать они могут легкость легкости все это разобрать такое количество в подводных лодок по базе базе они не навредят но они же могут в лоб разобрать все вот это вот восстановилась кстати говоря казарма но не особо это помогло дают все-таки решает прислушаться совет к моим идеям этот линкор сегу он дает по тапкам но ему не дает свой же собрать они кстати говоря атакуют во время того как они плывут насколько мне известно а альянс себе такого позволить не может точнее авианосцы прям на базу приплывает вообще перец полностью но тут их очень хорошо разбивают кстати говоря нагината уже умирает и мне кажется до погибать один линкор осталось всего два линкора до волгу учиться страдает цвет но ничего прям сверх важного не не этот не теряется здесь судя по всему хотел построить себе добычу но пока придется отложить этот процесс погибает последний линкор и тут появляется другая проблема совет перри вложился в подводные лодки реально перри вложился переборщил реально переборщи с подводными лодками и что теперь делать с этим количеством вообще непонятно да можно с помощью этого контролировать вот эту добычу вот эту добычу вот эту добычу вот эту добычу но остается еще вот это добычи вот эта добыча например или там где уже добывает вот здесь она сюда спутник да ну хорошо конечно вот это добычу как-то контролировать надо ему это хорошо ему защищать себя хорошо он на базе у себя кстати говоря база то обесточены все восстанавливать энергия появляется кстати говоря вакуумные орудии мы видим какое же тут количество тенгу как сверкает эта база вы просто смотрите говоря под таким видом танку почему-то носить напоминать не насекомых реально их крылышки прям складывается так как будто был как у насекомых авиация у имперцы это конечно же хорошо реально хорошо но есть одно но вертолеты не смогут приземлиться по своему хотели по своему желанию они не смогут здесь приземляться видим здесь будет очень хорошо очень хорошо расстреливают этих тенгу просто посмотрите как они сверкают куда они летят что это за место вообще сюда такое голое место прям реально сильно голые видим что здесь какие-то а ну тут все дзе ловится да но что они будут делать с ними непонятно тенгу просто приземляется на базе как у себя дома вертолеты почему-то здесь просто летает и что-то ищет видать что чем-то покушать по трапезничать и не хотят появляться снова танк бастер в итоге здесь продается кстати говоря с и строится на все здесь здесь есть конечно же и каратели и бульфроги это очень хорошо для тонкого смотри как они сыпятся прям очень знаете как убивать так а что-то было потеряно что это было потерять а верь верь была потеряна теперь совет временно без верь а где в мсц где советские мсц я кажется не вижу советские мсц куда делся советские мсц не уж что он потерял пока я не видел но здесь приплываться марины сёдзе который пытается развалить каратели с другой стороны они прикрывают истребители танков которые пытаются развалить технологическую базу нифига себе то происходит он пытается технологическую базу развалить мне кажется был мсц потерян какой-то момент я проглядел все верно все что у него будет это вот эти каратели и вакуумное орудие потому что кран тоже был умер получается совет больше ничего не сможет строить сейчас совет остался без подстройки ну ладно он может каратели и мигов строить но на этом все по сути по сути сейчас можно победить просто крит массы тенгу или крит массы вертолетов крит массы вертолетов да если совет ничего не подпримет в этом плане а стоило бы ужас как когда я проглядел то потерю масса скорее всего мы где-то здесь был потерян вертолеты вертолеты для чего там находились они то и заточили этот мсц вот эти вот вертолеты которыми я говорил у них будет проблемы с маневренностью они в лобовую то да вот он он этот вертолет видите звездонутый он загасил мсц тут миги конечно пришли отомстить чуть-чуть но суша рядом суша рядом да просто мгновенно расщепили их бульфроги все еще показывают что их надо бояться причем прям страшно бояться перца появится определенная проблема ведь подводные лодки все еще как бы на плаву а ну да ну да я реки эту проблему могут решить в большом количестве кстати говоря здесь вообще рампа то есть удачи и забраться можно рампа кстати здесь прям старкрафтерская вы просто видите это натуральная старкрафтерская рампа это не та которая в редайверте вы не здесь очень хорошо перестреливаются каратели каратели очень хорошо пристрелить из коляфы заезжают прям на территорию на решает чуть-чуть понаглеть понаглеть чуть-чуть совет здесь куча подводных лодок конечно же ну блин и яриков много яриков много реально во лбу это страшно вот приземляться эти тенгу и что он будет делать вообще непонятно с добычей тоже проблемы ярики вообще могут просто суициднуться если у них будет такое желание использовать кажется способности до танка акулов здесь появляться и еще тенгу в итоге это вакуумно орудие вообще быть потеряны здесь пытается как-то перестреливается совету кстати говоря в свою пользу скорее вертолет вертолет все очень живой который мсц убил теряется вакуумное орудие я уж думал сюда сильно ударит в вакуумное орудие но нет нет получится совет с каждой секундной проведены в этом бою теряет все больше и больше возможностей для победы он теряет свои подводные лодки акула сейчас прямо они все прям жестко покалечены вы видите этот тут еще миги что-то отщипнули миги сейчас полностью кстати говоря прокачаны вы видите сданутые миги здесь всякого подводной лодки акула решила не давать противнику подстраивать еще больше яриков кстати говоря правильное решение моего же не за это но тут все еще есть те которые как бы уже есть я реки прям на базе я не суицидится у совета больше нет возможности в принципе подстраивать забирается кстати говоря еще здание экономическое пусть совета прямо сейчас прямо сейчас нечего строить отсыл вообще да у него ладно есть обогатители которые могут строить по комбайнов что они сделают у него сколько он то считанные пальцы почитать можно 1 2 3 4 5 6 6 реальных построек 6 построек кто-то форме бпг конечно же хотели где-то расстреливаются истребители танков как жиралих а этот вертолет все еще живой вертолет герой который убил в мсц мсв так если посмотреть даю имперса вроде не шибко много чего есть да у него есть экономика у него есть возможность строить военный заводом по моему кстати говоря это все что у есть но и мсц конечно же конечно же куда без мсц решает забрать добычу совета тоже совет решает забрать добычу это кстати говоря правильное решение я считаю здесь последние подводные лодки акула отбиваться от последних яриков на карте мне кажется яриков больше не будет подводные лодки трещат пропаж вам вы видите как они сверкают под воду а совет делает правильное решение у него последние юниты осталось что он еще будет делать кроме как забирать добычу уничтожать полностью это все что он может на данный момент но здесь были серьезная группа реально серьезная группа прям на суше очень-очень неудобно принимать сражение конечно же я имею ввиду совету неудобно принимать сражение вот здесь на суше а воздухе пожалуйста можно кайтить появляться кстати говоря вообще танки цунами и это блин это плохо это плохо для совета по крайней мере это действительно плохо потому что правильно потому что он может здесь на суше просто набирать крипасу спокойно себе добычить конечно же тратите сейчас прямо у него но добыча фактически ну ладно технически бесконечно бесконечно да он сидит на своей базе который он фактически уже истощил до забирать последние остатки ресурсов и все у нее истощил последний кстати я рекорды прибавить последний вроде бы два боевых вертолетов засаде себя точнее боев робота в итоге забирается им перед на своей базе у него появляется пси-деструктор что же он будет им делать ну понятно дело что он бить по противнику но куда более конкретном любить кстати говоря миги со временем 100 вообще бесполезно потому что у них закончится снаряды это тебе не тенгу который построил и он типа навсегда обеспечился боезапас сказать посмертно блин и хотя бы одна постройка сохранилась был совет и он победил только танк бассеристы ну их расстреливают уже как только я на них обратил внимание конечно же кстати говоря их закапывают быстрые рефлексы ставятся щиты ну и что теперь дальше буду делать и он мешает закрепиться у себя на базе вообще вообще это правильное решение он закрепиться у себя на базе забирается бы и боевые вертолеты последний у них он не последний под героических задействий погиб правда погиб интересный факт совет который любит все наблюдательные пункты потому что все остальные были уничтожены а нет мне показалось ну ладно еще один были пехотиночные хотя бы была бы ну ёшкин свет вот что-то бы осталось зачем он уничтожает собственные зачем вот думаете по их прокачать или что сейчас какой-то поражняк появляются карте потому что никто никуда двигаться особо не хочет ну понятное дело почему совет у него каждый юнит это блин к его копеечка родная вот так вот карателями можно вот просто залпы делать и уплывать и уплывать быстрее 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 по быстрее папа ой я случайно случайно ужас какой мисклик мы видим что каратель кстати говоря подкачиваются это один из плюсов когда у тебя маленькая группировка один танк цунами обездвиживаться мучить зонда подрывника кстати говоря тот тот же со звездочкой советская армия очень сильно подрёпана на другой стороны она сильно на опыте реально кстати говоря вот эти тоже данного пути но не все конечно но на опыте а может она подкачает таким образом реально может она подкачает но мне кажется это так не опыт не прокачать здесь были потеряны каратели нет 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 эти каратели самые прочные которые черединить может неплохо неплохо еще чуть-чуть бульфроги подкусывает подкусывает чуть-чуть мы чуть-чуть правда есть танцы на очень не хочет на воду запускаться очень не хочет на воду спускаться прям видно по нему но он рано или поздно он наберет крит массу реально он наберет крит массы и что тогда делать совету вообще непонятно нет-нет-нет-нет так-то опыта не наберешь значит большие сомнения что так можно опыта набрать ну то есть фармить своих собственных винтов а вот она чё михалыч вот она чё да только момент самый серьезный опасности ты понимаешь все свои возможности он производит таким образом зондов подрывников карл зонды подрывники он не качает опыт юнитом он наладил производство зондов подрывников вы только подумайте об этом зонды подрывники я не знаю это гениально это просто гениально зонды подрывники и вот так он может тормозить армию противника умор залазить и отключать осен захочет прямой конфронтации придется в лобовую идти это то ему и нужно в лоб ты совет сейчас пока что сильнее да у него не уменьшается уменьшается но у него войска прокачаны не забывать что каратель со звездочкой намного сильнее карателя без звездочки мы видим останавливается тенгу кстати говоря останавливается 1 а засасывается оба используется суперспособность способность акулы зал и забирается 2 тенгу бесплатно вообще каким-то образом действительно можно победить его ну этого имперца тем более что добычи него не так много особенно если периодически вот такие набеги на компании высылать то можно будет спокойно так у него что пехотичность да нет ладно танк бастера не позыву не вызывая воин императора от меня нас проданных зданий скорее всего как здесь дела с производством подрывников блин это так смешно такая куча их просто здесь как жуков кто-то один то другой кто-то обездвиживается опа начинается здесь сражение и кажется кто-то был потерян да нет со стороны совет пока никто не потерян но пока что только забирает но все бесплатный танк бастеры блин но часть картины не сильно рушит и как-то в это видите да как будто бы тут чуть-чуть отщипнул тут чуть-чуть отщипнул и как будто бы имперец себя лучше чувствует а вот сейчас начинаются реальные проблемы потому что все декструктор конечно же есть так куда он используется сюда ухтыж мощность сначала ковровая бомбардировка а потом уже кстати говоря наносит ли вред не не наносит вообще не знаю по-моему не такой толстый слой воды чтобы вообще игнорировать ковровую бомбардировку ну мне кажется видимо что совет потерял одно здание другие два потерять будет легче на самом деле вот но еще одно здесь еще одно здесь здание в общем-то не резиновый их не так уж и много тигаря нет нет такую тоже были потеряны у тоже были потеряны уничтожена была вышка кстати говоря за бесплатно блин вот этот каратель мне кажется вот-вот и разорвется если взорвется погибнет миги судя по всему все не то мне кажется акулы здесь очень кругом стоят производство зондер подвиньков продолжается эх это пустой от это анбоксинг а от банкси анбоксинг советских комбайнов что же находится внутри ах пусто никогда не знаешь попадется ли до внутри зонта подрывник реально получается какой-то анбоксинг с элементами рандома что тут еще нет как же не везется а нет везет появляется появляется зон подрывник если говоря остальные видать погибли смертью храбрых и кстати говоря как будто бы это последний обогатитель его надо беречь погоди а как он смог сюда без юнитов сделать мы все равно надо отсюда из базы выбраться чтобы ним там посмотреть ковру бомбардировку тоже нельзя просто так на пустом месте сделать видим что отдали здесь тангу прям жестко отдались но и миги пополнять боезапас не умеет у них патроны это обмен патрона на деньги долго-долго добывать будет перец вот подарок уже на месте если еще зонты подрывники пока что нет пока что анбоксинг не приводит не приводит к чему-то важно галиаф этот скоро покинет бренный мир мне кажется что здесь происходит какая-то атака вот ну что это что происходит кто кого атакует так я не понял а он сам их атакует зачем что это было вообще мы здесь 6 к боевой ангел а нет показалось это защитник каратели конечно очень хорошо карают но каратели большие проблемы да да из них после нет не такие большие как я думал четверо из них уже прокаченные только двое остались но с другой стороны эти двое один крайне мере может и развалиться шесть героических карателей совет играет прям по самому краешку прям по тонкому лезвию этих боевых роботов как бы особо не стригериш не такую а по сути то что у него по земле это осталось реально только нет нет не скажи он все еще может вот так останавливать и заползать в них золотом и подрывниками реально то есть по земле сейчас такой толку каратели по зданиям только каратель потеряны вот каратели потеряна будет игра прям сейчас каратели это все что есть у света теряется теряется один каратель давайте посмотрим это был звездочный да это был звездочный каратель обид ага но с другой стороны теряется энергия разом выключается аж три защитника и пси деструктор это довольно важно потому что противном случае ему пришлось бы отключить завод а кстати даже еще один защитник отключается теперь надо эти энергостанции оборонять все на четырех энергостанциях держится сидит структор кстати говоря скоро второй разоряется здесь опять начинается перестрелка бульфрок теперь был один потерян и двое других жестко ранены это это опасно хотя что по технологиям а ну да что по технологиям совета я не посмотрю здесь зон подъемник что а это бульфроги помогает им спуститься я аж подумал нифига себе как они так быстро десантируются что-нибудь анбоксинг дал анбоксинг пока ничего не дает пока что зон подъемник только один тут умирает бесплатные совершенно истребители танков тут застывший боевой робот конечно же боевой робот на 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 воду не выйдет при всем желании а тут два завода что один наверное стоило бы продать наверное я не знаю я так думаю ну или хотя бы обесточить случае чего я бы так поступил зачем два завода нет ну ладно больше зданий в данной ситуации больше зданий больше прочности у тебя но в целом ты зовут болезнь 2 скорее всего вот этот нужен только а вот этот давить он 2 но первое усовершенствование есть а тут без усовершенства другой стороны усовершенствование это лишь тело бремени и денег а это и другое и есть у перца перца кстати говоря зарядился пси дикстурт он так красиво переливается и как будто он куда-то был использован как он его использует как он его использует здесь нифига не видно или можно все таки все таки наверное можно кстати говоря смотрите если он сможет за пять минут его отчинивать си дикстуртор тут как бы этот это как бы как вы хорошо но никак опа-на опа-на вылетает 2 вылетает вылетает тут надо прикрывать а его прикрывать вообще миги неплохо миги его прикрывает он выходит на атаку боевые вертолеты напомню что сонды подрывники это конечно действительно важно тут как же жестко отдается голиаф и ой 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 тут отчинивать отчинивается боевой робот а почему анимация продолжается что они только сейчас отчинивается ужас теряется голиаф один еще один они резиновые правда тот был жестко подбиты но все равно мне кажется успеет отчиниться успеет конечно последний обогатитель если еще зонты подрывники но потеря зонда подрывника это не так страшно на самом-то деле а я кажется понял у того мига закончились патроны вот она тенгу тенгу жестит тенгу жестит слишком жестко он просто залетел в лоб и расстрелял целых двоих карателей оставилось трое каратели трех звездочный каратель звездочный каратели тут на на прям на соприке выезжает что-то совет страхи все еще в страхе империи с реальной страхи у него нет денег чтобы нормально останавливать деньги устанавливать деньги что я говорю восстанавливать технику ему тоже надо беречь но не так это страшно для него тут каратели по настреляли выпустили ракеты отлетели выпустили ракеты отлетели вот что ему надо делать совет это понимает в итоге вот он результат анбоксинга еще один зон подрывник это тоже неплохо как дела у вас почти починилась на самом-то деле стоит ему поломать обогатитель и аэс не будет починить больше всего три минуты игра как бы затягивается но все равно выпускает ракеты и снова снова в плюс-плюс размениваются хп-то отрегениться у этих карателей а вот а вот технику отрегенить будет сложнее имперцу реально сложнее у него такие считанные копеечки он все выгребать на другой стороны все равно их выгребает себе он все равно может строить боевых роботов все равно вы посмотрите на это да вот тут чуть-чуть тут чуть-чуть там чуть-чуть все-таки у имперца отщепляется потихонечку армия смотрите мне по-моему один тенгу всего лишь и тут каратели опана и тенгу теряется как красиво 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 сработался молодец филиграном уважение он таким образом забирает орудие защитник ну как забирать до орудие защитник на их отчинку тоже придется тратить а он продает вообще ну как вариант вариант и продать а на эти деньги остальных двое починить совет красиво играет вообще не спорю теряется да танк теряется на ровном месте просто акула молодец он совет мое уважение димон дмитрий использует каждую каждую оплошность своего соперника чтобы превратить это свое преимущество теперь и добытчика восстанавливать придется это еще дольше ох как же страдает сейчас империя постепенно казалось бы время на его стороне но на стороне его плотная застройка не дает быстро подойти боевым роботом надо надо отступать каратели отступаем 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 красавчики 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 красавеллы тут еще и зон подрывник появляется но он понимает что сейчас пока что ему бежать не надо зон там подрывником неважно кем что тут что-нибудь дает анбоксинг от приостановилась почему-то строительство до приостановилась почему-то а нет не приостановилась просто долго строится показалось что здесь здесь три карателя который один из них которых чинится кстати говоря не будем забывать что звезда нуты и носили со звездочкой юниты увеличивают и дальность поражения своего то есть скорее всего сейчас укратили дальность поражения выше чем у боевых роботов тонки а он видишь на карате лет отходит а а если кстати говоря почти починилась то есть удар по с будет равносилен у его починки правда правда но по крайней мере на настолько не начали что придется ковырять в итоге с помощью пси деструктора правда что-то по анбоксингу понятно видим каратели пытается что-то отщепить опять не получать они получаются завода нету все завод один остался а его надо улучшать чтобы боевых гордолетов получить его надо улучшать досадно досадно а если будет тенгу их можно ловить с помощью бульфрогов опять разменю свое хп на уничтожение техники противника использует 4 это конечно хорошее решение я не спорю кратили вообще куда-то далеко отлетели и используется пси деструктор до этой добычи остается два последних здания и совета а это знание что у него остаться например на минут 15 16 они там раз 6 минут 6 на 3 18 минут 18 минут до его окончательной гибели сможет ли он 18 минут за 18 победить а вот это уже вопрос и подкрепление ведь зонтов подрывников больше не будет это последний зон подрывник кстати говоря здесь бы было бы можно хорошо забрать боевого робота плотная застройка мешает самому имперцу себя защищать это интересно но блин с одной стороны битва затянуто но другой стороны посмотрите как красиво реально каждые каждое неверное движение прям жестко бьет по морали и жестко бьет прям по карману экономики по юнитам то есть страшно просто так отдавать мы видим здесь каратель жух где боевой робот нет боевого робота и пехоту еще расстреляем и вылетим еще безнаказанно зон подрывник кружит который не даст тебе просто такую подойти близко к боевику бац все все упана зон подрывник сам сам зоне опасности зоне опасности он сейчас его расстрелять да все потеря это потеря потерь но каратели зато могут отрегенить да уж напряжение прям сильное три карателя три боевых робота кто же сильнее снова забирается орудие защитник до имперес имперес добывает это по факту но его добыча настолько мелко и незначительно что он по сути не добывает получает больше урона чем может отрегенить каратель вы потеря что ли что каратель был потерян а нет нет показалось как будто вы каратели какой-то причине я не знаю энергостанция на ладом дышит да здесь слишком дорого апгрейдится бесплатные истребители танков чуть не забрана была добыча а почему почему двое используется почему два карателя где еще один а еще один здесь пролетает строится орудие защитник уже почти поломанное но с двух сторон нападает он разными карателями цвет очень неплохо дразнит как будет разник дробится его противник оппонент тут боится 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 делить своих боевых рутолетов потому что один салп и они погиб тут и мы видим что ракеты каратели как бы решают жестко то есть карателю очень хороши когда резко вступить бои резко я думал боди бомбардировщики в этом мастера него каратели себя отлично показывать сейчас как и нет частых но коротких конфронтаций вертолет хоть один тоже очень сильно прокачался но я думаю он не настолько же хорош как эти каратели каратели хороши да ох был бы еще один каратель можно было просто вот этим залпом забирать одну турель защитник так что-то продается вам перца и мне кажется я точно слышал в продаже да и вы видите как вам меньше потихоньку откусывают откусывают но не все дистута заряжается между пачек сидит тут разряжается осталось-то всего две постройки а даже не 16 минут получается остается него 8 минут 8 минут его остается не 18 а нет сюда выстрел сюда выстрел сюда 3 выстрела надо я почему-то ошибся продается им перец им перец продается что зачем не уж то он собирается поплотнее защитники выстрелить ну судя по всему в этом есть его стратегия поплотнее защитники плюс боевые роботы все это охраняет пси-деструктор тут каратель прям на сопле прям выдержан на честном слове на папа отводи отводи красавчик и сразу же подводи другого но нет 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 тут случайно конечно же но разделилась армия а или может случайно не было роботы специально оставили тот который по подкачивать здесь каратели конечно размениваются патронами опять плюнул и отлетел забавно нет реально забавно опять плюнул и улетел плюнул и улетел этот карте кстати говоря тем временем у своего имперсота 1 2 3 4 5 5 постройок осталось а даже 4 пси-деструктор это же из раздела защиты значит он тоже разломается как только закончится эти три энергостанции и мсц тут каратель каратель отводить отводить все чуть-чуть плюнули и хватит но починиться он успевает а кстати говоря кстати говоря экономик это все нет на был выстрел из сиди структа и он снова атакует а с снова по аэс бьет возможно возможно кстати говоря имперс вообще не знаю что здесь есть энергостанция а нет он знает он действительно знает и сразу же зонды зоны все таки меньше остался менее последние 6 минут для совета по факту последние 6 минут для совета реально совету надо что-то делать и как будто бы нет нет потерялся задерживать задерживать пехота на зло этих карателей что же делать то тоже делать непонятно подводные лодки кстати уже сюда все он решает разменять уже свои подводные лодки акула нет но по факту по факту они уже бесполезны на воду ничто не спустится по факту реально по факту они друг друга расстреливать просто посмотрите на эту жесть до чего дошел прогресс ты невидимых чудес остался последний но еще есть на его душу тоже есть они идут друг друга расстреливать что-то интересное сейчас появится начали они друг друга расстреливать практически одновременно и получится зон подрывник из них или нет это тоже важный вопрос потому что зон подавник позволяет делить армию противника а учитывая что их там считаны по пальцам пересчитать можно опана тут расстреливается пульфроги судя по всему был потерян каратель в сражении до потерян был каратель сражения в одном но с другой стороны был потерян один боевой робот кажется да был потерян один боевой робот один боевой робот на одного карателя и чудо не случайно нет каратель жив каратель жив все-таки ярость императора включается теперь они скорость атаки повыше имеют это опасно опасно но зондов приду подрывников так и не случилось здесь есть еще один голиаф из него можно попытаться вытащить навряд ли мне кажется навряд ли будет будет ли он он боксить этого голиафа мне кажется нет он сможет на некоторое время да нет он сможет сначала самый прочный тут выстреливаются залпами ракет выживает прям на сопельки этот боевой робот ах бы сказать их они выживают буквально на соплях на честном слове то торопится торопится уже совет видно видно потому что у него часики тотику еще чуть-чуть имперес выиграет время на стороне имперца ну что вот это вот что она дает они уже полностью прокачаны то ничто не дает тут мсц начинает уезжать кстати говоря возможно даже каратели не справиться по скорости атаки с мсц реально а справиться ли они можно отключить энергостанции все верно надо отключать энергостанции энергостанции равно таймер буквально просто равно между ними ставите все он поднимает конечно же кстати говоря гениально хочешь вернуться от ракет просто поднимись но блины но тут больш рок он рядом он рядом он видит тут забирается еще одна энергостанция остается всего 2 энергостанции разворачивается мсц я даже не знаю хватит ли мсц тут каратель разменивать все хп забирается последний вертолет кстати боевой минута 30 остается тут ну да тут можно просто бесплатно по сути безнаказанно могут каратели забирать эти энергостанции одну за другой его больше нет остается лишь надеяться на то что что давай 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 минута истины минуты истины забирать энергостанции все пси дикстутер не работает его можно смело забирать бесплатно ну или мастер но тут выбор за советом просто наконец-то наконец-то спустя долгих минут и страданий кучу времени совет забирает победу у этого имперца это было реально долгое противостояние мы уважение обоим игрокам старались как могли свет особенно краса не понял а все дикстута тоже все-таки считается такое здание да я думал что нет вообще дикстутер последнее что держит его от победы по идее бы имперцу сразу сдаться но он почему-то не сдается не знаю почему вот теперь он сдается да и совет ужас вот так долго забирал эту победу больше половины своей игры он просто пытался реально вы просто посмотрите о почти всю игру пытался забрать победу с помощью этими карателями частных это посадить игра сколько длилась то почти час она длилась офигеть то ужас посмотрите на это если вам понравилась играю обязательно пишите там комментарий лайк где-то на калаш и 7-8 минут у начинал 6 красавчики оба и перец и совет прям до конца держали интригу прям до конца уважение от тебя и тебе а на этом пожалуй все если у вас есть какие-то мысли по этому поводу пишите в комментариях и если у вас еще есть реплеи то я также жду вас в комментариях или в нашем группе в дискорде а там пожалуй все всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока пока пока-пока спасибо руслан